Всем привет! Мы так любим Вьетнам и так соскучились по вьетнамским морепродуктам, что проходя мимо магазина Fresh Market, который находится через дорогу от нашего дома, мы с Женей решили купить устрицы. К сожалению, мы не запомнили, как они называются, потому что девушка-консультант была малокомпетентна. Мы купили те, которые нам понравились больше всего на внешний вид. Каждая устрица такая стоит 200 рублей. Сейчас мы купили 4 штуки. Сейчас мы взвесим, сколько весит 4 штуки устриц вместе с панцирем. Вот у меня здесь есть весы, я взвешиваю. Вторая, третья, четвертая. 4 устрицы весят 677 грамм. Сейчас мы их откроем и расскажем вам, сколько же весит само тело устрицы. В общем, устрицы мы вскрыли. Вот видите, мы такие штучки помыли их. Из них вытекла вот такая лужа огромной воды. Сейчас мы их вытащим окончательно из ракушек и взвесим, скажем, сколько по факту вышло живого веса. Так, вес живых ракушек. По факту 75 грамм. Не густо. Сейчас я сложу обратно для красоты и мы их пойдем в лимончик и съедим. Все эти 800 рублей удовольствия. За 75 грамм. Эстетического удовольствия за 75 грамм. Смотрите, лимончик у меня такой модный, желтенький. Ну, такая вкусная ткань. А, кстати, как вы считаете, чем нужно запивать? У нас, не, подождите, есть шампанское? Устрица шампанский? Или с пивом? Вот мы во Вьетнаме, когда не паримся, запираемся до пива, и нам очень вкусно. Ну, видимо, в России за 800 рублей нужно запивать шампанское. Наверное, так мы и сделаем. Ух ты, шампанские! Ваше здоровье? За наше удовольствие? Ну, кстати, конечно, эти удовольствия за 200 рублей за штуку по размеру, наверное, прилично больше, чем те, которые мы покупаем обычно в Вьетнаме. По 10 вьетнамских долгов. Ну, Женя, мне кажется, раза в два точно больше. 10 вьетнамских долгов это... 10 тысяч. Это всего лишь 30 рублей. А, положение на управлять, я все путаю. А на Устрица во Вьетнаме стоит 30 рублей на российские деньги. А тут 200. Ну, когда очень хочется, то можно на себя попробовать. Это, конечно, было очень вкусно, но удивительно. Ну, вы поняли, да? За 800 рублей мы съели 75 грамм пищевого мяса. В Вьетнаме мы за эти деньги съели бы в 5 раз больше. Ну, что же делать? Ну, как простые российские люди напряглись вопросом, чем же нужно все-таки реально взбивать Устриц? Яндекс нам подсказывает, что желательно взбивать шампанский. Брюд или просека. Вот у нас шампанское, брюд. Как раз лучше можно белый минул взбивать. В общем, мы все сделали правильно. Вы молодцы. Вы молодцы. Вы молодцы. Продолжение следует...